В Верхневолжском сервисном металлоцентре появилось новое оборудование. В цехе по переработке металла завершен монтаж автоматизированной линии по выпуску электросварных труб. Новое производство осмотрел первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков. В настоящее время на предприятие идет обкатка трубного стана. Его производительность составляет до 30 тонн продукции в смену. Инвестиции в проект составили около 140 миллионов рублей. Это одно из самых динамично развивающихся предприятий нашей области. Небольшой спад, который не допустили, был только в кризисном году. А все остальное – это стабильное нарастание и новых видов продукции, нового оборудования. И достаточно большой штат работников, высокая заработная плата. Ну и, что правительство особо радует, хорошие плательщики налогов и наполнение нашего бюджета. Новое оборудование за считанные минуты позволяет сделать из металлической ленты готовые трубы, которые можно использовать при строительстве. Самый важный этап производства – сварка. Именно от качества шва зависит то, в какой сфере будет использоваться конечный продукт. После сварки происходит формовка. Пила, которую работники зовут «летучей», совершает цикл и трубы готовы к упаковке. На нашем предприятии, я считаю, эта линия является одной из сложных. Все моменты производства трубы должны контролироваться, чтобы получалась качественная труба. С появлением нового оборудования открылись новые возможности. Мы дополнительно рабочие места создали. То есть, в одну смену порядка пяти операторов обслуживают линии. Во-вторых, мы, наш регион, скажем так, в Иванове, допустим, собственное производство трубы, и наш регион заполнит новые продукции, которые выпускаются здесь, труба профильная. Предполагается, что на полную мощность автоматизированная линия по производству труб сможет выйти к концу года. В ближайшее время планируется завершить обучение специалистов и отработать технологические режимы работы оборудования. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново.